Ну, это, я думаю, что это люди, которые делали и делают, может быть, очень много полезного, но, исходя из того, что им нужно править миром, они, конечно же, если они сделали что-то одно полезное, они здесь и делают для всего мира неполезное, мягко говоря, но им так важно, им так нужно, чтобы, допустим, уничтожить огромное количество людей наркоманией, войной, болезнями разными и так далее, и так далее, чтобы стравливать друг с другом, они просто владеют этой силой, я не знаю, как они умудрились это делать, но факт, что это есть, реально есть, и это просматривается, особенно вот последние годы, когда уже интернет и все-все-все на виду, да, по большому счету, то, конечно же, видно, потому что они уже не могут справиться со всем миром, очень много сейчас людей на земле, и они уже делают такие радикальные шаги, они считают, что они так, если не будут делать, значит, вообще земля, земля вообще не будет разорваться, уничтожить цены, может быть, у них такие какие-то гораздо глобальные ценности, но они забывают о том, что они люди, они не боги, они не ангелы, они даже не сатаны, они, может быть, сатана их руками что-то делает, я не знаю, но они не могут решить судьбу человечества, потому что над ними есть Бог, но если они не верят в Бога, что ты хочешь сделать? Надо как-то сделать так, чтобы своими действиями сопротивляться и сказать, что нет, мы не принимаем ваш взгляд на развитие, и у нас есть свое, но ты должен быть настолько сильным и настолько сплоченным, еще раз говорю, не агрессивно, хотя они знают твою силу, не агрессивно друг к другу вот изнутри, там, на страхе или на какой-то, на какой подлости, нет, боже упас, на любви к своей стране, вот обоснованной, и любви к друг другу, вот население этой великой страны, допустим, они не могут подойти, когда другие страны это увидят, они тоже будут ими пренебрегать, как бы они не хотели, как бы свои метастазы не запускали, все равно всегда можно чик-чик-чик и все, и все, жить своей жизнью, и больше верить в Бога, и не бояться никого и ничего, верить в Бога, верить в будущее своих детей и не думать о плохом, не думать о каких-то там взрывах, о каких-то там революциях, это никому не приносило хорошее, вы хотите спокойно жить, не думайте о войне, думайте о хорошем и думайте о том, что спокойная жизнь вас делает счастливой и вы дольше проживете, вот и все. Я думаю, что и финансовые, вот эти сумасшедшие, нереальные, вот эти все, я думаю, что они имеют очень много связи с ними, и я думаю, что то, что началось, вот, допустим, с 91-го года, или с 17-го года, когда хотели убрать и убрали монархию, и запустили вот эти метастазии, потом запустили в 91-м году, они хотели тоже это все разорваться, они, те люди, которые хотят править миром, это поколение и поколение, они передаются, я не знаю, как их называют, кто они, чего они, я понятия не имею, но они существуют, слишком похожие ситуации, просто меняются костюмы, меняются машины, меняются образы жизни, меняются, когда интернет вошел, тогда не было, в 17-м году, но они настолько организованы, что в 17-м году не было ничего, просто они развили вот эту метастазу так, что просто уничтожили миллионы людей, просто уничтожили. И это все закладывалось там, первая мировая, потом это все, и вот это все разошло. Во всяком случае, у меня такое ощущение, что они не хотят, видеть, допустим, какую-то страну мощную, ренессанс, это если они хотят, они как только сразу делают все, чтобы на корню опять, чтобы она упала, чтобы эта страна зависела от них. Потом кто-то вот опять их на корню, а потому что упала. Я не знаю, что они будут делать с Китаем, но китайцы слишком умные, хитрые, слишком жестокие, чтобы с ними они смогли, тем более их очень много. Но насчет Китая тоже надо, да, с ними дружить, но держаться у хавастро, потому что они делают все для себя, только для себя, чтобы Россия не стала их мишенью. Вот об этом, я думаю, что об этом думают, и это правильно. И Китай, если будет знать, что Россия об этом знает и думает, ему легче общаться с Россией, потому что разные глупости не придут в голову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова